Приветствую вас. Давайте разберём ваши вопросы. У меня дочка, ей 9 лет, в мучем разводе 5 лет. Дочке в последнее время происходит этапы откровения. В течение месяца она мне рассказывает, что она 2 года ела швачку, которую я запрещаю. Поэтому говорит, мам, я ещё играла в бабушкин телефон, опять же, и когда я не разрешала. В общем, рассказывает мне вещи, которые она делала втихаря, и которые не разрешала делать. Я спросил, зачем она это стала рассказывать. Говорит, не могу держаться себе тайной. Я думаю, ну это хорошо. Вчера она вызвала, и когда мы с ней ссорились, она сказала, что я не слышала, что меня ненавидит, и чтобы я сдохла. Я так и селась как-то в том том, то, что я в шеке, это мягко сказано. Было как-то у неё летало про учителя, чтобы она сдохла, и говорила строго, что никогда так нельзя говорить про людей. Я говорил строго. После сказанного такого в мой адрес, я, конечно, расплакалась, она дождя, 2 дня извиняется, говорит, мелкая дура была, каждый день мне говорит, что любит, поэтому я даже не могла подумать, что у неё такие мысли бывают. Ссоримся в основном из-за уроков, она не хочет их делать, я тоже могу выйти из себя. И, конечно, в восклюзии у меня куча вопросов к себе. К день, что я сделал не так, опустились руки, ничего не хочу, не есть, не спать, всё в голове прокручиваю. Я думаю, что здесь ключевой момент заключается в вашей, собственно, неудовлетворённости, вот, о последствиях развода, которые вы не прожили, потому что развод – это травма. Я думаю, что дело касается в вашем стиле воспитания, который предполагает какие-то запреты, вот, строгость, авторитарность, вот, из чего у ребёнка появляется естественное такое, я бы сказал, стремление к бунту, вот, на мой взгляд, это нормально, на мой взгляд, вот. И, соответственно, что демонстрирует ребёнок? Ребёнок демонстрирует, ну, в первую очередь, пожалуй, агрессию. Ребёнок демонстрирует, в первую очередь, пожалуй, подавленную злость, вот, в нём это есть, вот. И, соответственно, как мне думается, ребёнок должен иметь возможность эту злость выражать, вот. А поскольку запреты подавляют это, то у ребёнка не остаётся, вероятно, ну, других способов это делать. Вот, и вся история здесь. Далее, ваша, ваша реакция на это, то, что вы не можете, если не встать, прокручивать это в голове, говорит о том, что вы на данный момент свели, ну, по сути, вы свели всю свою ценность к тому, чтобы быть родителем. То есть вы как будто бы не видите сейчас на данный момент никакую свою другую роль, кроме как быть родителем. Вот. Ну и, естественно, в этой ситуации вы становитесь всюдущую зависимы от того, что происходит, в том числе и с вашим ребёнком. А ребёнок же, чувствуя такие вот, получается, созависимые в какой-то степени отношения, вот. А ребёнок, чувствуя, вот, в какой-то степени, такие, чересчур, может быть, близкие отношения, да, вот. Чувствуя это, ребёнок, конечно, против этого бунтует, вот. А чувствуя это, ребёнок старается как-то от этого отстраниться, вот. Старается от этого от этого как-то отдалиться, вот. Ну, понятно, что... Получается, у неё это далеко не всегда. Это понятно. То есть, понятно, что не всегда ребёнок может от этого защититься. Вот. Ну, собственно, отсюда вот и... Возникают ваши проблемы. То есть, это вот такая чересчур, я бы сказал, зависимость. Независимость. Чересчур вы много... ...придаёте... ... этому значение. Вот. Потому что... Ну, ребёнок, он... ...может сказать такие... ...какие-то вещи. А у вас, плюс ко всему, запреты, ну, культура. Культура запретов присутствует, вот, довольно сильно. И всё это вместе, вот, ну, всё это воедино. Воедино всё это складывается, вот, в такую, не самую приятную картинку. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю ваши чувства, я прекрасно понимаю... ...вашу, ну, скажем так, поражённость. Вот. Ну, я думаю, я думаю, что... ...смотреть здесь нужно именно на... ...на то, как... ...образовывается, вот. ...значимость... ...значимость... ...дла вас... ...эппл. ...как появляется... ...значимость для вас этого. ...за счёт чего она формируется. Вот. И уже дальше... ...корректировать, уже дальше... ...вот... ...смотреть и работать. ...вот. ...вот. ... ...вот... ...вот... ...ээ... ...ээ... ...эээ... ...ээ... ...ричать... ...ээ... ...свои собственные проблемы. вот, касающиеся вашей собственной личной жизни, ну, в том числе, вот. В частности, ну, в частности, можно упомянуть, например, развод с мужем и так далее, вот. И уже из этого как-то делать коррекцию поведения с ребенком, вот. То есть, ну, возможно, предоставление больших свобод ребенку, да, возможно, диалог, вот, ну, какой-то более такой, более корректный диалог, вот. Чтобы, ну, чтобы не сводилось, чтобы не сводилось все только вот к запретам там и так далее. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, вот. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я желаю вам удачи, всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, самое главное, вот, и все можно будет поправить. Удачи!